Существует понятие системы, и в любой системе есть иерархия. Кто раньше пришел в систему, тот и старший. И для нас совершенно естественно, когда система выстроена таким образом. Родители — это старшие фигуры, мы — младшие фигуры. Они нам дали жизнь. Они нам дают, мы принимаем. Но очень часто вот эта иерархия нарушена. Мы бессознательно не видим их величия, мы не чувствуем их мощи, мы ее не принимаем. Не с нас это началось. Это началось где-то в роду, то есть там где-то. Но мы это в себе несем, либо у нас, например, есть претензии к родителям. То есть в какой-то момент у нас не сложились теплые доверительные с ними отношения. Мы как-то не уважаем их на уровне мозга. Соответственно, мы не видим их величия. Если мы не видим величия мамы, то у нас нет доверия. Мы не принимаем от родовой в том числе системы все, что нам идет, все, что нам принадлежит по закону того, что мы здесь проявлены в этом роду. Потому что у любого рода есть потенциал, есть ресурс. Но если мы не видим величия мамы, то есть вот у нас нет вот этой истории сверху вниз. У нас наоборот. Мы готовы давать, мы готовы доказывать. И, соответственно, здесь у нас происходит такое прерывание естественного течения родовой энергии. Пока понятно, о чем говоришь? Да. Да. Следующий момент. Когда я сказала про папу, папа, опять повторюсь, это внешний мир. Это то, когда мы понимаем, кто я есть, что я хочу, что я готова дать этому миру. И главное, что я могу проявиться в этот мир. Мне не опасно, мне не страшно, меня не накажут за это проявление. И если вы увидели папу достаточно близко, он был великим, вы уже поняли, понятно, почему, потому что система есть определенная от старших к младшим. Если вы легко посмотрели в глаза, легко приняли у него деньги, классно, супер. То есть, скорее всего, у вас и в жизни это проявляется соответствующим образом. То есть вы достаточно проявленный человек, вы четко чувствуете границы, вы не позволяете себя как-то обижать, вы понимаете свою целостность и ее ощущаете. Но если у папы, с папой было большое расстояние, вот как у тебя достаточно, да, то есть понятно, что это претензии к отцу. И сейчас я еще более того объясню, чьи на самом деле это претензии, это очень важно все понимать. Это претензии к отцу, а отец в твоем случае даже был немножечко меньше, чем мама, да. Соответственно, я вот прям категорически не вижу его величия, то есть я вам тут всем внешний мир не очень доверяю. То есть здесь как раз-таки есть вот этот вот момент, как мне легко проявиться. Если я, у меня к тебе бессознательно в внешний мир есть претензии, ты меня в свое время не поощрял, либо ты меня оставил, либо мне было больно. Вот это бессознательное состояние, да. Вот это бессознательное состояние, да.